Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Собственно, как и всегда, мы разбираем события минувшей торговой сессии, смотрим на те отчеты, которые впереди и стараемся сделать больше акцент на те события, которые реально обладают потенциалом серьезного влияния на все то, что происходит на финансовых рынках. Сразу хочу сделать небольшое информационное объявление завтра и послезавтра, то есть четверг и пятница, я буду находиться на конференциях в Казахстане, друзья, поэтому, к сожалению, не будет у меня физические возможности провести брифинги. Увидимся мы с вами уже в следующий раз, только лишь в понедельник. Но я думаю, что тем интереснее будет встреча, потому что нам придется с вами поговорить об итогах закрытия текущей недели в контексте того, что основные события как раз и произойдут в четверг и пятницу. От заседаний Европейского центрального банка до выхода сразу нескольких важных релизов, годовые данные по ОВП, индекс расходов наличных потреблений в США, которые в конце концов мы будем стараться проанализировать с точки зрения влияния на решения по процентным ставкам. Поэтому с большим удовольствием приглашаю вас всех на брифинг, который состоится в понедельник в 9.30 по московскому времени. Понимаю, что классический понедельник это день тяжелый, но надеюсь, что вы сможете найти время, чтобы присоединиться через перископ к прямому эфиру. Если нет такой возможности, ничего страшного, мы делаем записи сразу же после того, как заканчиваем вещание, выкладываем эту запись на нашем канале на YouTube. Также в понедельник состоится еще и вебинар, правильный понедельник в 16.30 по московскому времени, где в еще более развернутом детализированном виде будем разбирать все, что у нас уже произошло, ну и, конечно же, произойдет в рамках этой недели. Теперь давайте вернемся к реалиям действительности, скажем, тому, что сейчас происходит на рынке. Смотря и оценивая ситуацию по повестке экономического календаря, выделить нам сегодня нечего. Но это последний относительно более-менее спокойный день, потому что завтра уже на рынках начнется самая настоящая жара. Хотя я думаю, что сегодня в свете переговоров между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки очень важная встреча. Я думаю, что вы все можете сделать эти выводы о том, насколько она важна и почему мы должны следить за ней. Могут пойти интенсивные движения, которые прежде всего коснутся евровалюты и европейского фондового рынка. Ну и, разумеется, то, что будет обсуждаться и, в конце концов, о чем договорятся, повлияет на курсы американского доллара и на американские фонды в рынке. А если мы говорим с вами о фундаменте, который влияет на американскую фонду и доллар, мы с вами говорим о наличии, опять же, новостей, которые способны встряхнуть все финансовые рынки. Из событий сегодняшнего дня, помимо вот этого самого важного, именно в формате ожиданий, итогов текущих переговоров, мы оценим бизнес-оптимизм в еврозоне по оценке ИФА. И также сегодня в 17.30 по московскому времени, традиционно для зрели, выйдут данные по изменению запасов нефти, нефтепродуктов. Этот отчет, конечно же, повлияет на рынок нефти в моменте традиционно. Это статистика, которая не проходит бесследно для рынка сырья. Мы на текущий момент по бренду зажаты в довольно небольшом диапазоне проторговки, ну, учитывая, насколько нефт просела в последние недели. То, что она сейчас ходит на полтора доллара вверх и вниз, это особо, опять же, нам не прививает дополнительного интереса к нему, потому что мы привыкли уже к более интенсивному движению, мы привыкли, исходя из, опять же, тенденции последних недель, к тому, что на рынке доминируют продавцы. Я думаю, что, друзья, после еще непродолжительной консолидации мы все-таки вернемся к распродажам. Тем более, что, как и был сделан акцент на новостной фон минувших дней, он в целом не меняется. Конечно, сейчас уже, с учетом того, что котировки чуть выше 74 долларов за баррель, есть оптимисты, которые смогли найти обоснование тому, почему все же интерес к этому активу повысился. Я считаю, что это обоснование с очень большой натяжкой. Опять же, последнее сообщение об усилении тоже своего рода самого настоящего конфликта, который сложился между США, собственно, и Ираном. Ноги растут еще от прошлого решения уже многомесячной давности США выйти из-за ядерной сделки с Тегераном с последующими объединениями в том, что США сделает все возможное, чтобы полностью прекратить экспорт нефти из Ирана. Я напоминаю, друзья, то, что угроза, на самом деле, не такая уж и значительная, не такая и существенная. На текущий момент Иран экспортирует 2,5 миллиона баррелей в сутки, и весь этот экспорт идет, скажем так, в те страны, которые по-прежнему работают и сотрудничают, ну и простым языком выражаясь, дружат с Ираном. Как вы помните, вслед за Соединенными Штатами Америки, ни одно из государства, ни одна из стран, которые также были участниками вот этого сделки, сдерживания, ядерного сдерживания потенциала Ирана, ни одна из стран не поддержала, собственно, инициативу США и все-таки сохранила свою приверженность прежним договоренностям. Мы даже помним критику, с которой Россия, Европейский Союз, Япония, в том числе, обрушились на США в том, что решение о выйти из ядерного соглашения фактически США сами дестабилизирует мировой экономический порядок, который сложился после того, как это соглашение было достигнуто. Если попробовать порассуждать, если все-таки возникнут проблемы с поставками нефти из Ирана, я думаю, что, ну, наверное, при самом негативном раскладе, если США прилично напугают те компании, которые работают с иранской нефтью, будут делать акцент на возможности установления и санкций в их адрес, если это сотрудничество будет продолженным максимумом, рынок после ноября не дочитается там до 600-700 тысяч баррелей нефти в сутки. Хотя, в целом, я думаю, что при негативном сценарии показатель даже будет не до поставок меньше 500 тысяч. И сразу хочу обозначить тот фундамент, который кроет этот негатив, опять же, этот фундамент, являющийся следствием решения стран ОПЕК поднять показатели нефтедобычи. Вы знаете, что предварительная цифра, оговариваясь, обсуждалась в районе 1 миллиона, дефицит сырья. Да и, собственно, само намерение стран ОПЕК, оно и исходило из того, что производство нефти нужно увеличить для того, чтобы покрыть риски вот этого потенциального дефицита. Поэтому не стоит делать большой акцент на Иран, по крайней мере, сейчас времени даже до ноября еще очень и очень много. Рынок тысячу раз забудет то, что происходит в отношениях США и Ирана. Ну и, может быть, также много раз еще и вернется к этой земле. Поэтому, возвращаясь к тому, с чего я начал, не считаю, что на рынке появился какой-то фундамент, который сейчас можно использовать, чтобы оправдывать рост цен. Напротив, мы будем работать с тем, что использовали раньше для определения нисходящей динамики. Это, опять же, риск перепроизводства, опасение чрезмерного накопления запасов, замедление темпов роста мировой экономики. Очень, скажем, большая новая водная у нас появится сегодня по факту того, как пройдут переговоры между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Но, в целом, вы видите то, что тотальный такой новостной фонд, который обвалил цены на нефть, он в целом не изменился. Сегодня смотрим еще за запасами. Я уверен, что эта статистика, она снова, в конце концов, будет характеризоваться взаимно компенсирующим влиянием на цены. Может быть, что-то произойдет кардинального с запасом нефти и бензина, но, в конце концов, мы с вами еще раз убедимся в том, сколько нефти добывается, растут ли темпы выработки и, в конце концов, как это может повлиять на общую энергетическую картину по спросу и предложению. Друзья, несмотря на рост, я считаю, что нужно быть преданными, если вы таковыми были, коротким позициям, ну и ждать теста поддержки, которая была отмечена в районе 70 долларов за баррель. Рубль снова выше 63-63, это, опять же, то, где мы закрыли торги в ходе вчерашней торговой сессии, сейчас уже совсем скоро стартуют торги очередного дня, очередной торговой сессии. Думаю, что давление на рубль будет возобновлено, об этом мы, собственно, уже оговорили. Евро против доллара. Причин для того, чтобы продавать европейскую валюту с целью 1.15 много и достаточно, начиная, опять же, от обвинений, упреков и критики США в адресе Европейского Центрального Банка Еврозоны. Критика о том, что ЕЦБ проводит стимулирующую политику и тем самым создает конкурентные преимущества. Это первая причина, которую вы должны иметь в виду, торгуя евро, потому что, в конце концов, такое отношение Трампа к еврозоне является еще одним свидетельством того, что он явно точит зуб на валютный блок и явно будет использовать все возможные способы для того, чтобы протащить, пролоббировать собственную политику протекционизма и уличить, опять же, еврозону в максимальном количестве нарушений, которые, в конце концов, являются следствием и результатом, ну или, лучше сказать, перевели к, вот как отмечает Трамп, к недобросовестной и неправильной торговой практике, из-за которых проигравших только Соединенные Штаты Америки. Вторая причина, на которую нужно обратить внимание, продавая евро, это заседание Европейского Центрального Банка. Собственно, завтра мы ждем этот фон, ждем выступления Драги, ждем снова обозначения важности мягкой экономической политики, исходя из тех рисков торгового характера, которые неоднократно уже между нами, скажем, обсуждались. Ну и третья причина, более приближенная к реальной текущей торговой сессии, это новостной фон, который связан с ходом переговоров между Европейским, собственно, Союзом и США. Переговоры пройдут сегодня и все, кто следит за этим событием, отмечают, что практически текущая встреча Юнкера с представителями Машингтона является последним шансом, который может позволить избежать Европейскому Союзу полноценной торговой войны о США. Если не договорятся, друзья, разъедутся на очень плохой ноте, в конце концов, все это приведет лишь только к одному. Градус напряженности достигнет какой-то критической точки, и мы с вами не хотелось бы, конечно же, все-таки понимаем, насколько негативные последствия могут отразиться на глобальном экономическом росте, но если все же дело пойдет по развитию вот этого негативного сценария, будем говорить о начале торговой войны. Перерастет ли она в валютную? Ну, покажет, конечно же, время. В отношении европейской валюты, резюмируем все, что сказал, факторов для распродаж очень много. Что касается покупок, я, в принципе, их вообще не вижу причин. Ну, если вы считаете, что вчерашняя статистика по активности производственных секторов ключевых экономик валютного блока достаточно, чтобы развернуть евро, ну, тогда можете верить в эту поддержку. Я считаю, что причин для того, чтобы разворачиваться по главному валютному риску против доллара, вообще нету. Доллар, японская иена. Мы разбирали вчера детально, почему же все-таки японская валюта сейчас не пропускает вперед доллара. Причин было также очень много. Но, пожалуй, самая актуальная тема – это возможность того, что Банк Японии та же примкнет к ряду других регуляторов и сообщит о намерении проводить более жесткую монетарную политику. Ну, в лучшем случае это, скорее всего, частичный отказ от программы количественного осмягчения. Эти сообщения пришли со ссылкой на рейтерс. Я попытался найти, скажем, источник для тех же самых рейтерс. Ну, не смог этого сделать. Поэтому, в целом, верить, либо не верить этой информации, а точнее, стоит ли реально закладываться под то, что Банк Японии начнет ужесточить монетарную политику, мое мнение, что не стоит, потому что Банк Японии все же лишен сейчас реальных предпосылок для того, чтобы переводить политику из стимулирующей в более жесткую. Поэтому, в целом, то, что было в рамках японского регулятора по монетарному курсу ранее, так эта политика и будет продолжена дальше, минимум до конца этого года. Но это не значит, что нет причин тогда, из-за которых можно покупать японскую валюту. Самое главное из них, это, опять же, причина с отсылкой на то, что мы сейчас обсуждали по паре евро-доллар. Это риск развязывания полноценной торговой войны, которая, разумеется, будет тут же стимулом колоссальным, просто неимоверным для спроса на защиту инструмента, к которым относится прежде всего японская валюта. Против доллара также сейчас действует и обвинение Трампа в адрес Федрезерва. Довольно интересный фундамент, довольно интересная тема еще. И про нее не стоит забывать. Доходности Трежери, друзья, сейчас снижаются. Если вчера мы видели уровень даже 2,96, сейчас уже наблюдаем показатель доходности казначейских облигаций американского рынка долга с забегом на 10 лет в 2,93. Нет шансов, на мой взгляд, сейчас у доллара прорваться вперед против иены до тех пор, пока не потеплеет, опять же, геополитический фон, который связан с торговыми рисками и противостоянием. Пока что у нас этих положительных новостей нет. Ну и вы сами все прекрасно видите в долларе. Тоже трейдеры боятся сейчас снова покупать американскую валюту. Я считаю, что этими локальными опасениями мы просто обязаны воспользоваться и попробовать затащить пару долларов и иенов в район 110 иен за один американский доллар. Австралии спротив доллара. С нескольких часов назад вышли данные по инфляции. Ставка изначально делалась на то, что индекс потребительских цен может не дотянуть до прошлых значений. Не уж точно, он вряд ли будет таким, как прогнозируется, таким высокой. Ну и действительно так, в квартальном выражении 0,4 против прогноза 0,5%. В годовом выражении 2,1 с прогнозом соотношения 0,1%, потому что прогноз подразумевал рост инфляции до 2,2%. Снижение инфляции, друзья, или по крайней мере не такой сильный рост, на который рассчитывали, является причиной, по которой Резервный банк Австралии может снова взять, скажем, тезисный лист основных посылок и формулировок, которые используются им на протяжении уже практически полутора лет, и снова зачитывать с первой, скажем, до последней позиции того, что будет делаться по мягкой экономической политике и почему это будет осуществляться. Вывод, австралиец останется заложником мягкой экономической политики, вряд ли будет расти. Это нам и нужно, точнее отсутствие причин для восстановления. Нам нужно, чтобы австралиец снижался, и мы снова говорим с вами об лицете уровня 0,73. Поэтому, друзья, я считаю, что случай обострения ситуации с торговыми рисками валюты стран Океани также окажутся под давлением. Но здесь я все же особенно выделяю австралица, потому что по Новозеландцу мы как раз еще неделю назад убедились в росте инфляции, которая может повлиять на будущее решение Резервного банка Новой Зеландии и как раз поспособствовать тому, что именно Резервный банк Новой Зеландии станет очередным регулятором, который совсем скоро развернет свою политику в сторону более высоких процентных оставок. Поэтому небольшой диссонанс у нас, я понимаю, для кого-то он кажется странным, учитывая, что австралиец и новозеландец – это валюта, которая очень сильно коррелирует между собой, покажет схожую динамику и тенденцию. Но вот эта корреляция, она постепенно начинает снижаться. Поэтому я заранее, скажем, предложил вам все же пока ориентироваться на продажи австралийца и уже начинать искать уровни, возможности, точки, с которых можно покупать новозеландский доллар. По британцу новых новостей нету. 1.3151 мы сейчас видим котировки. Видимо, скорее всего, фунт пользуется поддержкой пока локальной слабости доллара на фоне укрепления японской иены. Из политических событий минувшей торговой сессии можно отметить решение Терезы Мэй. Ее инициатива – лично взять под контроль переговоры по Брекзит. Немножко поставила меня в тупик такая формировка, такое ощущение, что раньше этот процесс проходил без участия Терезы Мэй. Не совсем понял, что это значит, но и реакции на рынки, собственно, не было как таковой. Возможно, участники рынка также пропустили мимо ушей эти комментарии, поскольку они ничего не значат. По британцу, еще раз повторяюсь, друзья, очень много раз лично обжегся в рамках этого года на фунте. Могу, конечно же, ошибиться снова, но предпочитаю пока взять небольшую паузу, чтобы переосмыслить все, что происходит в рамках британского фундамента, новостного фона, и только после этого вернуться, собственно, к покупкам, либо продажам этого актива. Пока лишь мысленно с теми, кто покупает фунт, потому что где-то там есть еще идея того, что покупатели британца будут стараться, а сейчас заложить в курс британской валюты потенциал повышения процентной ставки. Доллар канадец. Снижаемся, друзья, во-первых, потому что растет нефть, во-вторых, потому что снижаются Терезы и доллар. Помните 1,3050, это наша с вами цель, и, судя по всему, мы ее реально сделаем в рамках этой недели. Биткоин, давненько мы его не касались, выше 8 тысяч долларов. В частности, такие котировки позволили капитализации родначальников всей криптоиндустрии снова перевалить за 300 миллиардов, начинает зарождаться новый локальный хайп, без каких-либо видимых фундаментальных причин, только потому что котировки ломают психологические уровни. Сейчас каждая круглая цифра, там 6, 6, 500, 7, 7,5 тысяч было таким доп-мотиватором, сигналом того, что пошел рост и нужно снова приобщаться к этой культуре, к этой среде, потому что могут отчасти повториться события минувшего года. В результате самоподдерживающийся механизм снова стал абсолютно автономным, приток новых средств, интереса способствует раскручиванию вот этого маховика и росту цен вверх. Я отмечал, друзья, ранее, что очень важным является уровень 7,700, он фактически уже сломан, и вы знаете, он был настолько важен, что, пожалуй, я тоже признаю факт возможности того, что рост может продолжиться. И поэтому в качестве ближайшей цели, думаю, что пара BTC и USD, биткоин, реально может сейчас претендовать на движение в район 10 тысяч долларов. Поскольку взялся снова за анализы крипторынка, попробую найти, есть ли же все-таки на рынке какое-нибудь крутое фундаментальное основание, о котором можно поговорить, основание, которое мало кто сейчас обсуждает, но которое в итоге повлияло на то, что происходит с криптоиндустрией. Постараюсь его найти и, разумеется, обсудим с вами уже в понедельник на нашем ежедневном брифинге. Друзья, хорошей торговой сессии, хорошего закрытия недели. Еще раз повторяю, что следующий брифинг пройдет в понедельник в 9.30 по московскому времени. Устанавливайте приложение Перископ на ваше мобильное устройство, подписывайтесь на канал Amarkets, и как только мы выходим в прямой эфир, вы получите уведомление о том, что также есть возможность присоединиться к обсуждению того, что происходит на финансовых рынках в режиме онлайн. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok